Вот и всё! Надо начинать уже новый разговор с Никитой Иншаковым. Никита, о чём сегодня будем разговаривать? А, ну я думаю, вы уже знаете и так. О фильмах и сериалах? О фильмах и сериалах, да, мы уже. О фильмах, которые посмотрел Никита. Ну, спасибо. Я сейчас поделюсь всем, что я посмотрел за последнее время. Нет, 2024 год, очень много фильмов, сериалов различных. Кстати говоря, я когда готовился, узнал, что 2024 год, это прям год премьер. Это прям такое хорошее время, чтобы посмотреть что-нибудь новенькое. А самое главное, очень много фильмов и сериалов выходит именно в этом году, которые, условно говоря, продолжение чего-либо. Культовые! Да, да, да. Терминатор будет? Вот терминатор, ну да. Если хочешь, да, будем делать. Начнём снимать и быстро снимать. Не, ну в 2024 году они выйдут уже, да? Мы сможем посмотреть, надо чуть-чуть подождать. Да, я скажу так, что огромное количество фильмов и сериалов уже в феврале выходит. То есть буквально через 10 дней там 3 сериала выходит. Я вот как раз подготовил 4 фильма и 4 сериала, которые, вот, во-первых, это, по моему мнению, это самые такие культовые, то, что нужно прям посмотреть, мне кажется. Вот. И, наверное, ещё сделаю такую подборку минимальную, что мне тоже понравилось. Просто мимоходом также поговорим об этом. Хорошо. С чего начнём? С фильмов? И да, начнём с фильмов, потому что первое, что выходит, да. Я знал, Дюна. Фильм Дюна, вторая часть, вам так скажу, выходит уже 1 марта 2024 года, вторая часть. Надеюсь, что у нас тоже она будет в прокате. Я прям жду этого. Но если смотрели первую часть, вы смотрели? Да, да, да. Ты что, не помнишь, пески там, люди с вот этими штуками в носу ходили. Ну, сейчас как обычный пляж в Красноярске ты описываешь. Есть пляж в Красноярске? Я что-то не знаю. Антон где-то купается где-то. Ну вот, первая часть вышла хорошая, очень много хороших положительных отзывов собрала в целом, поэтому это такое продолжение истории, плюс обещают, что будет намного лучше и больше каких-то спецэффектов, визуального оформления намного интереснее. Поэтому стоит посмотреть сюжет, особо делиться не буду, потому что там он чуть-чуть меняется, я посмотрел, он чуть-чуть улучшается и идет продолжение первой части. А герои. Да, самый главный вопрос от девчонок, Тимоти Шаламе будет играть? Да. Тимоти будет играть, все, нормально, фильм. И Швардзер там, и все вообще. А вот и его вторые. Да, это первый фильм, который выйдет вот уже 1 марта, но второй фильм, который мне понравился, потому что я еще давно его смотрел и давно не видел продолжения. Это фильм «Планета обезьян. Новое царство». Вау. Вот это уже прикольная вещь. Не знаю, мне очень нравились все до этого фильмы, которые выходили. Ты прям все «Планеты обезьян» смотрел? Да, конечно. Это же оттуда часть, где, ну вот этот кусочек, где обезьян шепчет на ухо. Да, 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 все мимо оттуда. Уже выходит, кстати говоря, 10 мая, вот тоже 24-го года, тоже нужно посмотреть. Там сюжет немного меняется, в том плане, что это будет 300 лет после уже того, как Цезарь, главный персонаж, который был, который вот как раз шептал на ухо, вот, он уже погиб, и обезьяна, цивилизация... Что это, цивилизация, спойлер такой? Ну, это старые фильмы, это, ну, конечно... Там прикольно, что объясняют, это цивилизация обезьян, это уже очень хорошо развивалось, прошло 300 лет, а самое прикольное, что они перевернули, и что люди стали похожи на обезьян, потому что они сдеградировали. И вот на этом стыке начинается новая, новая вот эта вот конфликта обезьян и людей. Посмотри. Так, это в мае. Это в мае, да. Что еще? Третий фильм. Дэдпул 3. Это, наверное, я жду. Во-первых, он выходит уже 4 октября 24-го года, и здесь что самое прикольное? Я думаю, что все уже видели там новости разные, потому что, во-первых, будет Дэдпул, и самое главное, будет еще внедряться в эту киновселенную Росомаха с нашими любимыми героями. А он из другой вселенной. А самый прикол, что теперь они все во вселенной Марвел будут. Вот. И теперь... Поглотило Марвел всех, что ли? Да, потому что, во-первых, изначально Люди Икс были в Марвел, это просто были немножко разные. А так как сейчас идет... Ну, это как раз профессор Ксавьеру. Да, сейчас идет мультивселенная, вот это все, что-то там происходит, и теперь они внедряются в эту вселенную, и это как продолжение всего будет, и дальше будет опять, они возвращаться будут к главным героям мультивселенной Марвел, это там и Капитан Америка, и все такое. Вот. И поэтому там прям очень сильно всех-всех-всех собирают, что-то нас ждет интересное. Ну и Дэдпул 3, это вот такой маленький спойлер для того, что будет дальше происходить. То есть все-все-все герои, наши любимые, будут собираться. Ну, наши любимые, мои любимые. Ну, помимо Марвела есть еще и DC, на экране уже появился... Это кто? Это же Джокер. Да, все верно. Вы в девятнадцатом году еще вышел Джокер, как раз, если помните. Время прилетело. Вы вообще смотрели Джокер? Вот первую часть, да. Выходит вторая часть 4 октября, также, кстати, в один день выходит, тоже 24-го года. Это продолжение. В девятнадцатом году в целом, как сказали критики, Джокер перевернул вообще всю игру. Посмотрели на Джокера по-новому. И мне показалось, это намного интереснее, даже чем обычный Джокер, которого мы до этого видели. Вот. И вторая часть будет более раскрывать персонажа. Будет еще... Он еще будет, кстати, встретить свою возлюбленную Харли Квинн. Поэтому что-то интересное здесь замышляется такое. Поэтому я бы хотел сходить, посмотреть на вторую часть. И обещают, по крайней мере, режиссеры, которые пишут уже какие-то небольшие свои отзывы о том, что они наснимали. Вот. Мне понравилось, что они пишут, что не менее удивительно будет, как первая часть. Ну, они другого и не скажут. Естественно. Те, которые занимаются созданием. Будем ждать. Будет так себе. Знаете, я вот работаю над этим фильмом, скучновато. Семь на восемь. Да. Ну, я, кстати, знаю одного российского режиссера, который один раз сказал, ну, так себе. Ну, там какой-нибудь... Красивый фильм? Да. Человек убрали. Да. Ну, не очень там что-то наснимали. Что, это с фильмами уже все получается? Да. Это четыре фильма, которые более-менее ожидаемых. Более-менее. Более-менее. Да, для меня. И теперь сериалы. Сериалы у нас... Нет охотников за привидениями. И теперь самый прикол, что сериалы у нас возвращается аватар «Легенда об Анге». Представляете? И будет настоящий сериал. Вот не мультипликационный. Прям сериал. Не путать с синими вот этими аватарами. Да, 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 да. Это не то вообще. Поэтому выходит уже 22 февраля. Представляете? Вот совсем буквально там недельку подождать. И уже все. Можно будет смотреть. Ну, надеюсь, у нас будет какой-то определенный перевод. Как обычно это бывает, да? Можно для тех, кто не знает, кто знаком с мультиком, ну, курс дела вести? Да, это фэнтезийный мир четырех народов. Что там получается? Огня, воды, воздуха и земли. А, я думал, Удмуртия. Удмуртия, ну, огня, воды и земли. Огня, воды и земли. Удмуртия. Да, но в целом там будут примерно решаться те же проблемы, что и в мультфильме. То есть будет развиваться вот эта история о мальчике, который, грубо говоря, решает проблемы всех этих четырех народов. Сюжет тот же самый, что был и в мультике. Или это продолжение? Да, это тот же самый сюжет, что и в мультике, но, естественно, с краплениями, с актерами, ветвями. Искали мальчика на роль, просто нашли. Да. Целых 30 лет искали. Ну, и стрелка на голове, и рукой умеет делать. Это я вам показал. Отлично, далее. Идем. Второе. Ходячие мертвецы. У нас выходят новые, это выжившие. И 25 февраля уже выходит. Ну, если вы, наверное, тоже помните, Ходячие мертвецы. Знакомый всеми сериал, поэтому здесь даже что-то объяснять не надо. Все тот же сюжет, такой постапокалиптический, поэтому уже выходит 25 февраля, можно будет глянуть, посмотреть. Напоминаю, что все фильмы и сериалы, представленные сегодня Никитой, 18+, имеют возрастное ограничение. Но, кстати говоря, вот почему мне в один момент надоел сериал «Ходячие мертвецы». Потому что сначала, когда встречаются главные герои вот с зомби, так называемыми, они так боятся, отбегают на километры от них. Потом, уже следующее, они стоят друг с другом, разговаривают, подходят зомби, они втыкают в него, дальше разговаривают. Уже ничего не происходит такого. Но там уже они просто перешли в отношения какие-то определенные между людьми. Да, там уже любовь у них. Да, они такие, так, погоди, я тебе сейчас в любви признаюсь, все, давай, вот так, все. Я думаю, что есть еще другие сериалы, хочется им тоже уделить внимание. Да, остается два. Во-первых, выходит сериал «Джентльмены», режиссер тот же самый, Гай Ричи. Теперь будет сериал, фильм уже вышел, давненько, как он, в 19-м вроде году тоже он выходил. Все спортивных костюмов понабрали себе после этого фильма. Я тоже себе как-то хотел такой. Ну, сюжет тот же самый, выходит в марте 24-го года, пока неизвестна дата, но обещают сказать буквально через месяц, чтобы уже точно... Подождите. Да, да. Вот «Джентльмены», сюжет тот же самый, ребята такие немножко бандиты, но при этом такие стильные, все. Бригада, короче. Да, бригада, но... Гай Ричи снял бригаду. Да. Надо бы ему скинуть, чтобы наш... Завершаем. И завершают. Сериал, который я, наверное, посвятил детство этой игре, поэтому мне очень понравилось. Игра «Фоллаут» называется и выходит сериал, тоже постапокалипсис небольшой, выходит уже 12-го апреля. «Фоллаут» называется? Да, «Фоллаут» так и называется, именно по всемирноизвестной игре, которая выходила огромное количество времени. Теперь сериалы по играм снимаем. Человек играл в «Фоллаут», да, все детство, говорит, посвятил, а теперь на телевидении в пиджаке сидит. А теперь такой, вот я раньше играл в «Фоллаут». Доигрался, Никита, доигрался. Спасибо большое, Никита, будем ждать выходов прекрасных фильмов и сериалов, выбирайте, что вам по душе.